Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас, что пишет азербайджанская пресса, самые интересные новости. Иран посеял ветер и перешел красные линии. Эта тема касается шпионов, которые задержали в Азербайджане, они работали на спецслужбы Ирана. В Азербайджане уже сегодня сообщают, что раскрыта крупная иранская шпионская сеть. Такое сообщение становится новостью номер один. Арест и разоблачение иранской агентуры случалось и прежде. Но нынешняя контрразветвленная операция имеет все основания стать поворотной точкой. Здесь присутствует далеко не весь джетельменский набор приемов иранских спецслужб и вербовка граждан Азербайджана, которые едут в Иран на учебу и даже на лечение. Попытки поднимать с их помощью в Азербайджане религиозно-политические мятежи. Конкретные примеры мы видели в Нардаране и в Гянже. Вот эти шпионы задержанные, которые работают на спецслужбы Ирана. На сей раз иранская агентура занималась прямым военным шпионажем. Кураторов из Тегерана и Кума интересовали даты военных учений на Каспии, характеристики беспилотников израильского и турецкого производства, стоящих на вооружении азербайджанских пограничников, координаты военных баз в Сальяне, Ленкаране и Физули. Не зря уголовное дело возбуждено по обвинению в национальной измене. Это значит, выходит, многих азербайджанцев забербовали спецслужбы Ирана и они на них работали. Вину, конечно, определит суд, но если обвинения будут доказаны, а сомнений в этом мало, то здесь уже не помогут ссылки ни на религиозные убеждения, ни даже, я даже, типа, будет оправдываться, я не разобрался в чем дело. Координаторы военных баз априори имеют мало общего с геополитическими спорами. Ну и вот еще тут, как раз, видно эти, как сказать, иранские мулы за деньги агитируют, чтобы азербайджанцы стали сотрудничать с иранскими спецслужбами. Так, а выводы после этого иранского интереса следуют самые серьезные. Судя по всему, в Сегеране уже поняли, что привести к власти в Азербайджане своих марионеток смогут только на иранских штыках. И готовились разыграть здесь что-то вроде какой-то армии, но уже на красно-бело-зеленый, зелено-бело-красный, это флаг Ирана. В общем, пытаются, да, засланных казачков заслать и революцию здесь совершить в Азербайджане. Но в том, что эта шпионская сеть раскрывает истинное лицо нынешних властей Ирана, вообще их планы в отношении Азербайджана, в частности, сомнений нет. И это еще не все. Сведения о сотрудничестве разведок Армении и Ирана раньше были. Но и сейчас Иран, устроив на территории Азербайджана такой вот сеанс шпионажа в пользу Армении, уже во время 44-дневной войны открыто перешел к красной линии. Так, теперь вот такая ситуация. Сегиране должны понимать, подобные действия Баку без ответа не оставят. Азербайджан не та страна, в которой отношения к красной линии можно пересекать безнаказанным. И не приведи Всевышний, чтобы характеристики азербайджанских беспилотников Иран почувствовал уже на самом деле. В общем, ударят беспилотниками-байрактарами по иранским мулам. А вот, оказывается, эти граждане работали на спецслужбы Ирана. Ну, еще вот такая информация, что задержали капитана азербайджанского судна, и он оказался шпионом. Ну, сотрудничал с иранскими спецслужбами. Капитан судна Каспийской морской нефтяной флотилии обвиняется в государственные изменения. Об этом говорится в службе безопасности Азербайджана. Согласно распространенной информации, Аскеров Захир Фахредин Аглу, работавший капитаном корабля Каспийской морской нефтяной флотилии, во время получения религиозного образования в иранском городе Гум, в обмен на материальную заинтересованность был привлечен к секретному сотрудничеству представителя спецслужбы Ирана. Он собирал по их поручению информацию о компаниях, в общем, данные о грузах, которые перевозились на нефтяных платформах. Таким образом, Аскеров занимался шпионажем, передавал указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране. В общем, видите, удается забирать даже капитанов судов, и они работают на спецслужбы Ирана и передают всю информацию. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.